друзья всем привет сегодня у нас на обзоре audi a6 в кузове c7 2011 год до рестайлинг мотор 2 литра 180 лошадей на передний период мы начинаем поехали те из вас кто смотрел мои предыдущие видео знают что я сейчас владею тоже audi a6 только в предыдущем кузове c6 поэтому для меня очень интересен этот автомобиль мне интересно в чем компания audi шагнула вперед а в чем что-то не доделала и сегодня я с вами поделюсь что мне нравится c7 по сравнению с c6 прям сразу я могу выделить мне нравится конечно же панель приборов то есть где у нас указано спидометр тахометр бортовой компьютер все это сделано уже более современно чем в c6 поколение c6 у меня дори стайл тоже чтобы вы понимали что мне нравится помимо этого помимо приборки сразу я обратил внимание на зеркала то здесь уже нормальные боковые зеркала информативные большие моей c6 они для тех лет может быть нормальная по факту они все-таки маловато и обзор в них не очень на мой взгляд здесь больше места в салоне чем в c6 поколение и вот пока что из плюсов наверное все прям из явных плюсов но есть эти нюансы которые вызывают у меня вопрос не буду относить их к минусам но просто мне чуть-чуть непонятно например вот отделка материалов дверные карты до панель на дверных картах мне кажется что могла бы выйти из более дорогого пластика нежели чем здесь возможно в более топовых комплектациях используется другой материал но честно говоря не думаю я думаю что отделка салона на всех комплектациях будет примерно одинаковый вот например как я уже сказал пластик на дверях пластик центрального тоннеля подстаканник то есть вот эти вот моменты мне как-то не очень нравятся честно говоря если же мы берем во внимание именно саму торпеду она на мой взгляд пожестче чем в c6 кузове но вроде тоже ничего не скрипит сделано более-менее в общем как я уже сказал как вы могли понять небольшие вопросы у меня возникают по качеству материалов в c6 на мой взгляд сделано как-то более более благородно более дорого на ощупь по крайней мере это трогать приятнее явно что еще хотелось бы выделить то есть про это поколение на самом деле а 6 с 7 поколение очень популярный автомобиль очень многие любят это поколение потому что они в принципе по салону идентично с а 7 только 6 будет конечно же подешевле что касается цен кстати вот сейчас конец октября 21 года цены на а6 в кузове c6 о c7 c7 начинаются от где-то 800 тысяч по всей россии я смотрел и доходит до ну двух с половиной миллионов это за до рестайл рестайлинг идет здесь 2014 года с 2011 по 14 идет до рестайл с 14 по 18 идет уже рестайлинг вот цены на рестайл они немного отличаются на самом деле то есть не такая прям большая разница в цене опять же по россии смотрел сегодня от миллиона двести низ рынка за рестайлинг и до до 3 3 100 по моему или 3 200 сегодня находим но это уже будет конечно более свежие машины внешние произошли там небольшие изменения то есть задние фонари чуть-чуть изменены передняя оптика также чуть изменена ну и в целом то есть внешний вид выглядит немного посовременней рестайлинговая но это в принципе логично и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что касается обслуживания и надежности данного автомобиля То есть в принципе автомобиль для немца вполне надежный Не имеет он каких-то прям ярко выраженных слабых мест Но опять же в зависимости от двигателя Двигателей очень много и можно выбрать не самый удачный мотор Главная рекомендация в принципе на вагах это менять почаще масло То есть если вы будете менять масло стабильно раз в 7000 км хотя бы То вы продлите жизнь турбине, мотору и так далее То есть качество масла и частая замена на вагах В том числе на А6 в этом поколении это будет только плюсом В целом что могу сказать по автомобилю В данной комплектации лично для меня эта машина оказалась слабовата То есть 2 литра на 180 сил я бы себе такую не взял на каждый день Но если рассмотреть стоповыми моторами Например с трехлитровым, который идет на турбинах Это было бы уже интереснее Хотелось бы прокатиться и понять именно динамику Что касаемо управления То есть автомобиль имеет несколько режимов Есть динамик, есть комфорт и изменения реально заметны Вот в потоке пока мы ехали я ощутил изменения В комфорте естественно он более валкий А в динамике более такой активный Педаль газа быстрее реагирует на нажатие И автомобиль более собранный Также хотелось бы отметить что несмотря на то что здесь стоит Всего лишь двухлитровый мотор и 180 лошадиных сил Для ежедневной езды по городу этого в принципе вполне хватает То есть автомобиль не могу сказать что как-то сильно резво набирает Но опять же для города вполне У него зато расход будет я думаю у вас в городе там литров 6 есть И опять же наличие переднего привода неполного позволяет экономить по топливу еще больше Что касаемо коробок То есть здесь на многие двигатели ставилась DSG робот Но в наше время люди уже научились его обслуживать Научились вообще в принципе ездить на нем Поэтому бояться DSG прям как-то сильно не надо Частая замена масла И он будет служить вам тоже долго Не нужно резко со светофоров на нем трогаться Так же как и на вариаторах Которые ставились на эту А6 И тогда вы продлите жизнь в своей коробке Хотелось бы выделить довольно таки неплохие тормоза Для даже данной комплектации 2 литра 180 сил Опять же неплохие для города Я не знаю как они себя поведут если оттормаживаться с 200 Но в городе вот у меня была необходимость оттормозиться прям резко вообще состав пол И тормозная система сработала вполне адекватно То есть не била ABS Никаких проскальзываний Что касаемо привода Здесь у нас передний привод в сочетании с вариатором Но конечно было бы интереснее такой автомобиль Приобретать себе на полном приводе Quattro И совсем другой был бы уже зацеп, подрыв и кайф зимой именно В целом автомобиль мне понравился По сравнению со своей вот А6, C6 Не могу сказать что прям вау Это то что меня очень сильно удивило Нет, такого эффекта C7 кузов мне не дал Езжу уже не первый раз на нем Ездил до этого Сейчас решил прокатиться еще раз понять для себя Но не знаю Плюсы которые я назвал вот в начале видео Это да, это мне понравилось по отношению к моей C6 В остальном готов ли я например доплатить Ну минимум там да, 500 тысяч И пересесть на C7 с C6 Не уверен, не знаю То есть если C6 у вас в хорошем состоянии Реально, то может быть C7 это не прям то что сильно вас как-то удивит Если у вас остались какие-то вопросы по данному автомобилю Обязательно задавайте их в комментариях И я на все подробно отвечу Также не забудь поставить лайк Либо дизлайк, если видео тебе не понравилось Подписаться на канал И буду очень благодарен за репост в свои соцсети В любые абсолютно Это будет плюсом большим А также не забудь нажать на колокольчик Чтобы ты знал о выходе новых видео И смотрел их первым Всем спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok